МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время – самое лучшее в жизни гример. И мы подмечаем свое увядание с горечью и досадой, хотя понимаем свою обреченность. Если распустился на дереве зеленый листок, то непременно по осени оторвется он от ветки и улетит, подхваченный холодным ветром, в никуда. В преклонном возрасте мы часто становимся как дети, беспомощны и зависимы от других. Но встречаются такие личности, что чем старше они, тем больше власти имеют над другими людьми. И остаются в памяти они именно стариками и старухами, как будто никогда не были молодыми. Он проснулся уже ночью. Было без четверти три. Через минуту услышал, что кто-то прошел шаркою туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Скользнув, она вдруг очутилась перед ним, и Герман узнал графиню. Я пришла к тебе против своей боли, но мне велено исполнить твою путь. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду. Но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил, и чтоб во всю жизнь уже после не играл, прощаю тебе мою смерть. Здесь при чтении повести Александра Сергеевича Пушкина нечто сжимающее трепетное сердце отпускает, а мысли невольно летят в другом направлении от сюжета. Как этот рациональный, ясный в своей гениальности поэт залез в такие мистические дебри? Неужели он поверил рассказу внука Натальи Петровны? Или сама старуха, ставшая прототипом графини, была не так проста? Кто же разберется спустя почти два века? Какова она была, Наталья Петровна Голицына? Она же Наташа Чернышева, она же пиковая дама. Представление о том, что в обществе, где нет демократии, нет общественного мнения, ошибочно. Такие люди, такие старухи, как Наталья Петровна, это мнение определяли. Екатерина II вспоминает, как она завоевала общественные мнения. На каждом балу или вечеринке, рассказывает она, я в первую очередь шла к сидящим вдоль стен старушкам, я знала каждую из них, знала имена их балонок, их дур, я спрашивала о их здоровье, спрашивала их совета, когда наступал, приходил день рождения, какой-либо из этих старух я посылала им цветы и фрукты из своей оранжереи. И не прошло двух лет, как самое положительное мнение обо мне распространилось в петербургском обществе, благодаря чему я и вступила в свое время на престол. Конечно, Екатерина преувеличивала, но тем не менее, Наталья Петровна была одной из таких дам, которые определяли общественное мнение. Как писали в позапрошлом веке, она была нехороша собой, с усами и бородой. Ее называли принцесс-мустаж, бородатая княгиня. Сологуб в своих мемуарах пишет, в городе она властвовала какой-то всеми признанной, безусловной властью. Перед представлением ко двору каждую молодую девушку везли к ней на поклон. Гвардейский офицер, только надевший палеты, являлся к ней как к главнокомандующему. Всех, кроме государя, она принимала, сидя. Вспоминая голоса знаменитых старых актрис, МХАТ и Малого театра, можно представить себе, как Наталья Петровна принимала такого молодого человека. Кто это? Внук Андрея Петровича. Как же, как же, помню. Большой был шалун у меня в веземах. Влиятельная старуха Голицына была богата. Она умела хозяйствовать, считала каждую копейку, жила скетично, роскошь считала проявлением слабости. Скольким умам не давало это покоя? Имел бы я такие деньги, уж тогда я... Ее жизнь подтверждает тот факт, что именно русские аристократки держали в руках экономику страны, потому как мужчины служили отечеству, будучи военными или чиновниками. Когда им было управлять своими имениями? Поражает то, как она содержала дом. Вот я думаю, ведь тогдашние вельможи, особенно по отзывам иностранцев, они же отличались страстью к такой азиатской роскоши. А у нее была такая аскетичная гостиная, где, по воспоминаниям современников, единственным украшением были какие-то линялые шторы. И никаких ужинов не полагалось, только разносились лимонады и какие-то дешевые конфеты. Но скупость при большом состоянии или даже как условие этого большого состояния тоже не диво. А вот как эта скупость уживалась в ней со страстью к игре и с теми огромными долгами, в которые она влезала из-за игры, по молодости особенно, вот это для меня загадка. Но есть у этих людей вот с такой сильной внутренней структурированностью, есть у них такая тайная слабость. Им нужно как-то подпитывать свою эмоционально-чувственную сферу. Они очень интересуются потусторонним, спиритизмом, духовными учениями, внимательно изучают сонники. Это яркий пример психологической компенсаторики. С одной стороны, для внешнего мира, для окружения это абсолютно структурированный, аккуратный, консервативный, категорически в суждениях, управляющий всей ситуацией вокруг себя человек. С другой стороны, внутри, в каком-то уголке своей души, это абсолютный романтик, абсолютно, так сказать, мистическая натура. И вот что меня поразило, что Александр Сергеевич сумел это в ней увидеть, и именно ее избрал прообразом пиковой дамы, потому что обычно это увидеть и непросто. Хотя не зря же возникли всякие легенды о ее встречах, якобы имеющих место с Сен-Жерменом. Доказать это невозможно, а провергнуть тоже. Дело было в 80-е годы 18-го века в Париже. Наталья Голицына была тепло принята при дворе Марии Антуанетты. Она молода, богата, замужем. Ее величают московской Венерой, оказывают знаки внимания. Английский король Георг II даже подарил ей свой портрет с автографом. Предреволюционная Франция – это время, когда увлекались необыкновенно всякими оккультными науками, верчением столов. Это время Калиостро и, конечно, карточной игры, потому что через карты, казалось, можно войти в контакт с судьбой, решить те проблемы, которые не может решить обычный эмпирический человек. Наталья Петровна однажды проиграла огромную сумму. Что произошло дальше? Процитируем Александра Сергеевича Пушкина, ведь он на самом деле слышал эту историю от внука Натальи Петровны. Покойный дедушка был род бабушкиного дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости. Всеночина мучилась мыслью о своем бесчестии. Не вернуть карточный долг невозможно. Занимать у французских аристократов она считала для себя оскорбительным. Разве что у графа Сен-Жермена. Она познакомилась с ним еще в Петербурге. На другой день Наталья Петровна встретилась с графом. Это была личность таинственная, мистическая. Он спокойно заявлял в обществе, что присутствовал при событиях многовековой давности, например, при казни Иисуса Христа. И называл такие подробности. Так вот Сен-Жермен денег Голицыной не одолжил. Но назвал три карты, поставив которые, она сумеет отыграться. Так и произошло. Разве мог Пушкин пройти мимо такого сюжета? Когда гений, художник, писатель, поэт касается кистью или пером исторического персонажа, то мы этого персонажа больше не видим. Потому что он далеко заслоняется образом, который создал этот гений. И вот таким образом Пушкин, конечно, своей пиковой дамой полностью заслонил живую, реальную Наталью Петровну Голицыну. Мне кажется, что карты – это верхушка айсберга. Это просто выражение той иррациональной силы, удивительной, которая скрывалась в этой женщине, и которую почувствовал Пушкин. Ведь действительно, почему она пользовалась таким невероятным влиянием при дворе, да при всех дворах, где она была. У меня есть две свои совершенно, наверное, сумасшедшие версии на этот счет. Одна версия заключается в том, что, может быть, от Натальи Петровны Голицыной исходил тот же жуткий флюид, который исходил когда-то от ее деда Андрея Ушакова, легендарного страшного начальника тайной канцелярии. Ну, а другая версия состоит в том, что, может быть, Наталья Петровна, знакомясь с Сен-Жерменом, продала душу дьяволу. Наталья Голицына принадлежала к такому типу женщин, которые даже в отсутствии необыкновенной красоты могут сильно вскружить голову. Но не осталось ни единого факта, способного уличить Наталью Петровну в пренебрежении супружеским долгом. Это кажется маловероятным для такой тщеславной и жизнелюбивой натуры. И все же, будучи женщиной умной, Голицына вполне могла жить полнокровной жизнью сердца, не давая при этом ни малейшего повода усомниться в своей безупречности. Хотя в опере «Пиковая дама» либретист недвусмысленно намекнул на связь Натальи Петровна с Сен-Жерменом. По его версии, она тайну трех карт получила ценой одной ночи. У Пушкина этого мотива нет вовсе. Он не рискнул при жизни княгини Голицыной оставить в повести хотя бы намек на амурные приключения. В его дневнике есть такая запись. «Моя пиковая дама в большой моде». Игроки понтируют на тройку, семерку, туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и Натальей Петровной. И кажется, не сердится. Значит, у него были опасения, что могут рассердиться. Кстати, какая-то мистическая связь между Пушкиным и княгиней просматривается. Они умерли в один год. Голицыной было почти 97, поэту – 37. Родилась она в 1741-м времена Ивана Антоновича. Пять царствования императора прошли перед ее глазами. Вместе с отцом, графом Чернышевым, она провела свое детство за границей, потому что отец был посланником при датском, прусском, французском, английском дворах. Вместе с сестрой за границей она получила великолепное образование. Но в 1762 году начинался век Великой Екатерины, и Чернышева вернулись в Петербург. Девушке было 21 год. Она ведь была не только знаменитой старухой, но и молодой, прекрасной придворной дамой, звездой двора Екатерины Второй. И блистала при нем. В 1766 году на Дворцовой площади состоял знаменитый карусель состязания дам-кавалеров в выиске верхом. И среди мужчин победил, как вы понимаете, Григорий Орлов, а среди женщин победила как раз Наташа Чернышева, получившая первый приз, как написано было, за приятнейшее проворство. В том же 1766 году она вышла замуж за князя Владимира Голицына, бригадира, человека, в общем, бесцветного, слабого. Сама же Наталья была всегда женщиной рациональной, умной, волевой, лишенной многих женских недостатков. Как не говорили уничижительно о муже Наталье Петровне, что, дескать, подкаблучник, но хорош он был с собой, и порода в нем была. А это очень важно. Дети получаются красивые, видные. А у Натальи Петровны родилось их пятеро. И все они обыкновенно интересные, как внешне, так и внутренне. Так что с мужем не так все просто. Что-то там ночью мы не знаем, а днем это тень, и ничего, он ничего не может. Ух! Он может только следовать за. Вы знаете, вот восточные люди говорили, что как женщине определить, это ее мужчина или нет. Если она может идти за ним, да, и вот и вообще в древних культурах, да, и у индейцев американских там сквода, она должна идти вот всегда там за спиной, да, направление жизни определяет мужчина. То в этом смысле эти женщины, они мужчины. Они задают направление жизни, они устанавливают порядок, они вводят правила, и что остается делать? Следовать этому. Поэтому мужчина может расслабиться немножко и спокойно заняться чем-нибудь, каким-нибудь хобби. Вот декабрь родной. Если материнское тщеславие Натальи Петровны и нашло в ком удовлетворение, то это в младшем сыне. Дмитрий Владимирович Голицын получил очень редкий и высокочтимый в России титул светлейшего князя. Он стал генерал-губернатором Москвы в самое тяжелое время, после опустошающего пожара 1812 года. Когда я думаю о ее отношении к детям, тогда уже мне вспоминается Толстой, князь Балконский старший, как трепетала княжна Мария и все остальные чадо и домочадцы. Но ведь жизнь, она, как всегда, ярче бывает даже самых гениальных вымыслов. Поэтому вот ее отношение к детям, к этим престарелым Катенькам и митингам, которыми помыкает старуха-мать, оно как-то заставляет внутренне поежиться, и сразу же ее детей становится жалко. И становится удивительно, как, например, ее сын Дмитрий при такой властной матери, которая, наверное, всех подминала под себя, как он смог вырваться из-под ее влияния и сделаться самостоятельным человеком и знаменитым генерал-губернатором. Хотя и его, когда он приезжал погостить к матери, говорят, помещали на антресоле, и слуге приказывали пуще всего смотреть, чтобы он не свалился с лестницы. И содержание она ему давала очень маленькое, скупое, только по указке императора что-то ему прибавило, так что он своим огромным состоянием стал владеть уже только за несколько лет до смерти, после смерти матери. Но при всем при этом дети нежно любили свою мать, ценили ее мнение, подчинялись ей беспрекословно. Такое впечатление, что суровый сильный характер матери они воспринимали как должное и вовсе не сломались, не сбились с пути истинного. И мальчики, и девочки прожили прекрасную жизнь, конечно, со своими проблемами и хлопотами. Она относится к такому типу, который из своего личного пространства вытесняет всех, в том числе и своих детей. и поэтому дети таких людей, они очень рано либо их вот как она отдала на воспитание, либо просто они сами чувствуют, что надо уже уйти из дома, надо уже что-то делать. Они социально очень активные, потому что это такая любовь такая не материнская, даже как бы отцовская, да, давай, иди, давай, уже пора тебе, особенно если ты мальчик, давай, давай, да иди, а только они побыстрее замуж, что же, давай, живи своей жизнью, все, и это не означает, что они черствуют, и так выражается их любовь, и благодаря таким мамам и бабушкам, а вот внуков они воспитывают вообще идеально, благодаря таким появляются вот такие социальные, активные, направленные на деятельность, не привязанные к дому, понимаете, вот, это очень тоже, это и есть сентиментальность, но выраженная через эту жесткую структуру, я тебя так люблю, что я должен, чтобы ты стал человеком, чтобы ты достиг, чтобы ты что-то свершил, что ж ты сидишь тут около меня. Война 1812 года с Наполеоном не обошла ни одно дворянское семейство. У Натальи Петровны воевали два сына, два зятя, два внука, не говоря о более дальних родственниках. Умер от ран сын Борис Владимирович Голицын, а любимый внук, 19-летний Сашенька Строганов, был убит на глазах отца генерала, вражеское ядро размозжило ему голову. Даже на фоне всех утрат тех лет страшная гибель сына, сражавшегося рядом с отцом, казалось какой-то особенной несправедливостью. И Павел Александрович Строганов вскоре заболел от горя и умер. От переживаний слегла дочь Натальи Петровны, Софья Владимировна Строганова. Моголицына выходила ее, поставила на ноги. В ней самой содержался какой-то мощный источник власти, не менее сильный, чем царской. И при всем при этом, тем более, непонятно мне одна вещь. Почему на закате жизни Наталья Петровна Голицына вдруг так сочувствовала декабристам? Ведь, в общем, с молодой и до старости никаких возражений крепостное право у нее не вызывало. И у нее самой был крепостной художник, архитектор, автор замечательной панорамы Невского и потом перестраивавший вот этот самый особняк, в котором мы сейчас находимся, особняк, принадлежавший внуку Наталье Петровне. Этот архитектор садовников оставался крепостным до смерти своей хозяйки. Кстати, этот особняк, принадлежавший потомку Пиковой дамы, сделался теперь казино. Такая ирония судьбы. Так вот, несмотря на все это, Наталья Петровна отнеслась необыкновенно горячок участия декабристов. Известно, что она просила о смягчении участи своих родственников, попавших в беду, и добилась этого смягчения, и мы не знаем, может быть, она просила из-за других. Известно также, что она была чрезвычайно рассержена тем, что один из ее родственников сделал себе карьеру тем, что упек в Сибирь другого, и когда его привели к ней на представление обычного, она встала и в гневе сказала, что она знает одного графа Чернышева, который в Сибири. Вот так она круто поступила с этим человеком. И вот этот поступок, этот, в общем, целый ряд поступков, это обстоятельство для меня входит в какое-то необъяснимое противоречие с устоявшимся образом Натальи Петровны Голицыной притворной дамы, обласканной всеми монархами, ну и, конечно, пиковые дамы. В последнее время у нее появилась привычка дремать, сидя в кресле. Но в этот раз сладкую дремоту спугнули чужие шаги. Она мельком взглянула в зеркало, чтобы посмотреть, кто же это, и с удивлением увидела себя прежнюю, московскую Венеру. В мутной темноте зеркало молодой мужчина приближался к ней. Она его решительно не знала. Сквозь гулы в висках донеслось три карты. Она усмехнулась. Бедный мальчик, что он понимает в этих безднах великой тайны? Но вдруг рука офицера приблизилась к ней, и она увидела пистолет. Она с проворством давно забытой молодости схватила тяжелый подсвечник и ударила офицера в висок. К ней не вздрогнула и проснулась. Кажется, что и сегодня, когда на город опускаются сумерки, ходит мимо окон дома на Малой Морской, где жила Наталья Петровна, бедный Герман. Он нервно прислушивается к звукам, наносящимся из другого дома, что напротив Голицынского. Спустя время здесь поселился Петр Ильич Чайковский. Вот ведь судьба. Может быть, работая над оперой «Пиковая дама», видел он в одиноком прохожем зябкую фигуру Германа и думал о тайне, которую унесла с собой княгиня Наталья Петровна Голицына. ЛИРИЧЕСКИ Продолжение следует...